Какая вода течет из наших кранов? Можно ли ее пить? Нужно ли обязательно очищать? Обещанные результаты нашего масштабного исследования. Мы собрали пробы обычной водопроводной воды со всех концов России и отвезли их в лабораторию. Это раз. Так. Так. Проверим водичку? Проверим и выясним все. Москва, Санкт-Петербург. Для нашего эксперимента мы решили взять пробу воды в обычном доме Санкт-Петербурга. Суздаль, Ростов, Мурманск, Новосибирск, Сочи в нашей проверке приняли участие более 20 городов. Наконец, результаты готовы. Из всех исследованных образцов несколько не соответствует требованиям СанПИН, по питьевой воде, централизованному водоснабжению. А именно по показателю мутности у них было превышение в 3 и в 4 раза. Из проверяемых городов вода с превышением мутности оказалась в Ржеве и Краснодаре. Впрочем, невозможно проверить все дома во всех городах России. Но каждый из вас может сам заказать анализ воды, обратившись в ближайшую аккредитованную лабораторию. А теперь внимание! Если окажется, что показатели не будут соответствовать нормам санэпидемстанции, то согласно пункту 4 статьи 157 ЖК РФ за такую воду можно не платить. Но даже если вода в вашем доме пригодна для питья, врачи советуют все равно на всякий случай пропускать ее через фильтр и кипятить. Бытовые фильтры бывают двух типов. Кувшин и проточный. Кувшин дешевле и проще. Проточный дороже и сложнее. Но специалисты уверяют, в итоге именно этот вариант поможет сэкономить. Судите сами. Средняя стоимость проточного водоочистителя 2750 рублей, а кувшина 520. Сменный модуль к проточной системе обойдется в 1450 рублей, а кувшину всего 200. Но когда вы начинаете ими пользоваться, расклад сил меняется. Срок службы сменных кассет для семьи из трех человек полтора года или 6000 литров, а у кувшина только месяц и 300 литров. Таким образом получается, что стоимость одного литра воды с проточным фильтром составила всего 25 копеек, а с кувшином целых 67. Но главное, проточный фильтр лучше очищает воду. В фильтрующем элементе проточной системы имеется пористая фильтрующая среда, которая задерживает более мелкие механические фракции и более качественно очищает соли тяжелых металлов, органику, запахи по сравнению с фильтром кувшиного типа, который имеет насыпную фракцию. И помните, никакие фильтры не могут стоить десятки и тем более сотни тысяч рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА